Дорожники Уборка снега, наверное, после первого снегопада в сентябре тема вновь актуальна и многие жители уже начинают нам писать, звонить, спрашивать, как будет проходить уборка. В этом году как будет убираться снег? Вы правильно заметили, к зимнему содержанию мы приступили уже в сентябре, когда у нас выпал снег, проводили работы по обработке проезжей части реагентами песчано-соляной смесью. На данный момент у нас вся техника переоборудована, все 248 единиц, 28 единиц техники у нас находятся на консервации и при необходимости мы их можем в любой момент выпустить на линию. Не забыли и про районы края. Также сегодня покупается техника в таком же объеме. Каждому району практически досталось в этом году. Кому КДМ, кому погрузчик, кому-то автогридера. Эта программа уже на протяжении трех лет работает, поэтому те районы, которые заявки отправляли, их, я думаю, все удовлетворили. В настоящее время также заготовлена в полном объеме песчано-соляная смесь в объеме 45 тысяч тонн. Это средний объем, который расходуется у нас за зимний период. Хотелось бы отметить, что на зимний период 22-23 года предприятию выделено более 700 миллионов рублей на производство именно работ по зимнему содержанию города, в которые входят содержание дорог с асфальтобетонным покрытием, содержание сельских и дорог частного сектора тротуаров, пешеходных переходов, лестничных маршей и, конечно же, остановок и остановочных площадок. Обязательно бы отметил, что до этого года предприятие содержало 7,8 миллионов квадратных метров уличной дорожной сети, но в этом году территория у нас увеличилась на 1,6 миллионов. Да, то есть мы увеличили практически на 250 дорог с асфальтобетонным покрытием. Сюда вошли дороги, которые были вновь построены, дороги, которые раньше не были включены в муниципальные задания нашего учреждения. Добавилось порядка 100 тротуаров, которые раньше не обслуживались. Увеличились лестничные марши и включены все остановки и площадки общественного транспорта города. То есть перед нашим учреждением на эту зиму ставится достаточно такая серьезная задача, объемы серьезно увеличены. Произошло увеличение финансирования. В этом году нам добавили 100 миллионов рублей, которые у нас были распределены следующим образом. Это основная часть пошла на увеличение заработных плат работников, которые задействованы у нас именно в зимнем содержании города. Также эти средства пошли у нас на использование привлеченной техники сторонних организаций и на приобретение дополнительных реагентов. В начале ответа вы сказали, что 45 тысяч тонн подготовлено для посыпки асфальта. Как подготавливалась именно эта смесь? Какой ее состав? И как рассчитывали, что ее хватит на весь город и на все зимнее время? Расчет производился, исходя из опыта предприятия, работы достаточно долгое время в зимний период. И 45 тысяч тонн – это то максимальное количество песчано-соляной смеси, которое было вообще когда-то израсходовано. Не факт, что мы его израсходуем этой зимой, но это то максимальное количество, которое было когда-либо необходимо. Песчано-соляная смесь представляет собой смесь из песка и соли, и которая позволяет до ориентировочно 15-20 градусов мороза плавить снег. Ну и у нас между жителями ходят разговоры о некой жидкой смеси. Есть ли такая у нас в Барнауле? Насколько мы знаем, ее чаще всего используют Москва, Санкт-Петербург и такие ведущие города России. Саму жидкую смесь мы в городе не применяем. Она используется на трассах, но это обусловлено нашим температурным режимом. В текущем году у нас будет применяться более активно. Два года мы тестировали материал Бионорд на отдельных участках дорог. В этом году мы усилим реагенты именно с применением этого материала. Его закуплено у нас порядка 100 тонн, и он будет применяться именно на тротуарах, на основных тротуарах. Я не скажу, что будут все обрабатываться, но основные тротуары будут обрабатываться этой смесью. Что из себя представляет Бионорд? В него входят 4 компонента. Это соли, калия и кальция, биофильная добавка, которая нейтрализует эту саму формулу и уменьшает воздействие на окружающую среду, то есть на почву, на растительность, на животных. И ингибитор, который тормозит реакцию после того, как этот материал сработал, и уменьшает воздействие уже на дорогу, на машины и на обувь. То есть показал за два года материал себя с положительной стороны, и мы вводим его в более больших объемах, чем ранее. Ну и давайте представим ситуацию, которая Барнаулу все равно настигнет, и весь Алтайский край, и снегопад. В какое время техника вместе со специалистами должны выйти и очищать улицы? Потому что я знаю, что там есть регламент, что в течение 4 часов должны почистить дорогу. Так ли это или нет? Ну сразу скажу, что мы уже приступили к зимнему содержанию, и техника в настоящее время находится на круглосуточном дежурстве. Именно та техника, которая нужна для первого этапа необходимого не для уборки, а для содержания. Первый этап заключается в том, что при начале снегопада необходимо начать обрабатывать проезжую часть и тротуары реагентом. То есть та техника, которая распределяет реагент, сейчас дежурит в круглосуточном режиме, потому как у нас погодные условия неустойчивые. Вот сегодня сейчас идет дождь у нас, а буквально через несколько часов или в ночь будет минусовая температура. То есть техника должна выйти, у нас нет времени собирать водителей, то есть мы сейчас уже готовы к любому развитию ситуации. После того, как у нас начнутся снегопады, тут уже заступает и другая техника. После обработки дорожной сети реагентом начинается прометание проезжей части и тротуаров. Промели проезжую часть, сформировали валы, выходит следующая техника, которая эти валы формирует и производит загрузку, это снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, загрузку этого снега в самосвалы с последующим вывозом на снегоотвалы. Забыл сказать при вопросе по подготовке, на настоящее время у нас подготовлено 7 мест снегоотвалов, куда мы будем вывозить выпавший снег, то есть они все готовы, проведена обваловка, сделаны шлагбаумы, контрольно-пропускные пункты, то есть в этой части мы тоже уже подготовлены. То есть есть вся такая полноценная система по готовке, да, можно сказать, дороги, тротуара и до уборки. Да, конечно. А как выбираются объекты, может быть, дороги, пешеходники, на которых техники требуются больше? То есть понятно, это, наверное, центральная улица, да, и возможно, если не так, если я ошибусь, то поправьте, вот дороги, тот же, наверное, Заменогорский тракт, где очень сильно задувает. Вот эти факторы учитываются или нет? Да, конечно, вы правы, первоочередной обработке в первую очередь подлежат те места, где в первую очередь может образовываться накат и гололед, подъемы, спуски, мосты. Дальше идут категории дорог, на которых проходит общественный транспорт и подъезды к социально значимым участкам. Только после этого мы приступаем к уборке второй категории улиц, где проходит, ну, просто общественный транспорт и дорог сельского и частного сектора. Ну, также и в городе, да, по каждым районам распределены машины, чтобы все... Да, конечно, мы в зимний период будем город содержать в составе шести дорожно-эксплуатационных участков. Пять из участков находятся в каждом из районов города, каждый из участков обеспечен своей техникой, обеспечен своими инженерно-техническими сотрудниками и диспетчерской службой. И один участок городского округа, который у нас содержит основные магистрали, такие как проспект Ленина, проспект Комсомольский, социалистическая улица Молодежная, улица Димитрова. То есть шесть участков, которые у нас задействованы. У каждого из участков своя группа техники, и каждый занимается именно своей адресацией. Насколько знаю автолюбителей, ну и лично я тоже езжу за рулем часто, замечал такую тенденцию, что дорога немножко сужается, да, и люди просят, не знаю, там, как-то по возможности делать полосу шире. А вот с этой проблемой были какие-то проработки, может быть, заборы мешаются, может быть, ветки убрались, потому что, ну, тоже техники же надо проходить спокойно эти участки. Да, проблема такая существует. Необходимо понимать, что уборка, как мы до этого говорили, проводится по категорийности дорог. Они очищаются в первую очередь. До второстепенных дорог не всегда сразу приходит очередь, и есть возможность убрать это валы. Существуют участки, где невозможно убирать, и в первую очередь, наверное, это не ветки, мы их стараемся подрезать, а это наличие припаркованного транспорта. Это вот одна из основных проблем, особенно это, она у нас проявляется в новой жилой застройке, где у нас достаточно очень много машин стоят вдоль проезжей части. Ну, потому что нет во дворах места. Да, 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 да. Эта проблема есть, и мы ее стараемся решать совместно с Комитетом по дорожному хозяйству, с ГИБДД. Вот в текущем году у нас на 17 участках на зимний период установлены знаки, запрещающие парковку, и ГИБДД контролирует эти знаки. Если водитель не соблюдает правила дорожного движения, транспорт эвакуируется. Ну, и исходя из дальнейшей дорожной обстановки, мы вносим предложение по увеличению количества этих мест. То есть это вопрос такой текущий. Но по сравнению с прошлыми годами вот этих вот парковочников на дорогах становится меньше, или все же надо еще работать и работать над этим? Вот по вашему мнению. Количество припаркованного транспорта становится больше. Больше. Конечно, его становится больше. Места, в принципе, они ежегодно примерно те же самые. В лето мы эти знаки убираем, а в зиму устанавливаем. Но есть определенные места, где действует запрещение в течение всего года. Это, конечно, связано больше не с уборкой техники, а для обеспечения безопасности дорожного движения. Ну, еще одна тема, тоже актуальна на сегодняшний день, ремонт моста. Как будут вот с этой ситуацией складываться работы, потому что машины будут ехать на работу, утром снегопад, техника будет убирать, будут, наверное, еще пробки. Как прорабатывался этот момент, эта ситуация? Да, это, конечно, самый важный вопрос и момент в текущем зимнем содержании. То, что я вам рассказывал, это традиционная схема уборки, но перекрытие моста в текущем году, по сути, внесло большие корректировки. Была изменена полностью схема проведения уборки в зимний период. Как мы понимаем, основная магистраль проспекта Ленина на Новом рынке у нас закрыт. И потоки транспорта у нас направляются, это проспект Красноармейский, улица Челюскинцев, Павловский тракт, проспект Калинина. Всего пять таких участков. На этих пяти участках у нас закреплены отдельные пять бригад, которые будут в момент выпадения снега моментально приступать после прометания к уборке. И эти бригады будут закреплены только на этих участках. Да, все остальные участки будут уже происходить вывоз снега после уборки от этих основных магистралей. Дальше, что мы сделали? Участок проспекта Калинина, подъем к улице Кулагина, проспект Красноармейский от Гебблера до улицы Крупской. Два подъема, две большие точки напряжения, на которых могут возникать гололедные явления и остановка транспорта из-за того, что он не поднимется. Здесь мы будем использовать песчано-соляную смесь не на основе песка, а на основе отсева дробления. Отсев дробления имеет больше модуль крупности, нежели песок, за счет чего он повышает механическое воздействие на проезжую часть, лучше рыхлит снег и предотвращает скольжение. На этом наше время к большому сожалению подошло к концу. Теперь жители могут быть уверены, что наши дороги от снега будут почищены на отлично. Продолжение следует...